добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый и наша рубрика доктор баня по белому мы говорим о бане все что связано с здоровьем взаимоотношениям миром бани миром человека какие у нас перспективы вообще в бане почему потому что все последнее время наметилась реальная успехи в том что баня стала занимать свое место вот но все равно существует определенное количество людей которые заявляют что с баней мы сильно намудрили баня это не больше чем в старину было помыться а мы сейчас что что-то из себя выдумаем что-то придумаем и как говорится ведем людей как бы не туда ну давайте все таки немножко ну отсчитаем назад и посмотрим когда баня была у всех когда баня была культурой и эта культура продвигалась государством поддерживалась государством то в нашем государстве не было таких серьезных заболеваний которые были в европе где баня не культивировалась через государственные ну утверждение что это должно быть не было культуры баня у них у нас была у нас бы общество более-менее было здоровым у них очень массовая было эпидемии и это как вот благодаря развитие вот это медицины как раз из-за этого у них больше всего болели у нас знахари справлялись со всеми работами может быть это я но не совсем убедительно говорю но тем не менее теперь давайте все-таки решим почему люди так критически относятся к бане ну понятное дело что сейчас изменился образ жизни у людей и у каждого практически есть своя там банна или там какой-то душевая или что-то самое ну хотя бы просто воды много есть у человека что он может обеспечить свои потребности в очищении и поэтому люди просто-напросто баню ставят на второй план если они не родились как говорят с баней если им не привито это баня если они традиции бани не понимают понятное дело им трудно понять и самое главное что вот эти люди когда они вдруг идут в баню они не понимают что они должны делать и сам еще немаловажно а в какую баню они попадают потому что мы говорим все о бани а потом начинается это самое он горит я вот сто градусов я там сто пятьдесят а я просто с тазиком просидела все мы должны говорить все одинаково чтобы друг друга могли понимать поэтому баня это паровая баня с температурами от 40 до 60 предел 70 градусов вот это будет баня как только вы говорите о том что там жару поддали все что у меня там температура соточка это не баня это уже сауна там что угодно но только не баня это не то что мы культивируем теперь чем сравнивать баню вот как начинают сравнивать с ванной там с душем все до одна из функций бани это очищение но не только очищение тело сверху но и тело изнутри вот это вот многие на это не обращают внимание те кто спорит что баня позволяет нам очищаться изнутри проходят процессы быстро метаболизм и когда у нас выбрасывается вот 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 эти вот шлаки и все что там связано с отработанным материалом когда у нас ускоряется движение крови плазмы когда у нас лимфа начинает реально протекать как надо а не они делать застойные зоны как он некоторые отеки ног а почему а там лимфа собралась понимаете и все человек не может ничего когда он попарится когда его ножки попарят когда он задерет это эти ноги все у него начинается отток лимфы у него получается а прошло обновление кровь поднесла свежее питание и начинается облегчение об этом мало кто думает плюс тому что в бане всем у кого высокое давление становится легче реально легче понимаете бане но не в сауне почему многие говорят мне стало плохо в бане нет не в бане вам плохо стало в сауне в бане вам плохо не было спрашивают еще как можно часто заниматься банными процедурами банные процедуры не менее одного раза в неделю получается два хорошо если чаще то уже о зависимости от нагрузок потому что баня это все равно нагрузка реальная нагрузка на организм как вот любой человек тренируется физически так и баня она тренирует сосуды она тренирует на нашу выделительную систему это все реально и поэтому ну не надо это сам и если вы реально сравните вот как вы же все стремитесь на море летите на море там на это самое куда-нибудь чтобы только реально на природе отдохнуть на солнышке пополоскаться все на море вы ну кто-то да позволить может себе месяц а так основная масса это 10 дней кто-то вообще на пять дней или до взять человека который реально наметил себе поехать в санаторий санаторий максимум 21 день а то чаще люди по 12 дней 12 дней проездили там водичкой попили там в ваннах полежали сероводородом там еще что ну процедуры поделали до приезжают им легко а баня если раз в неделю а у нас недель то в году сколько более 50 50 дней санатория и вы такое хотите от себя убрать 50 дней бесплатного санатория до один раз надо вложиться построить эту баню но как часто бывает что вот эти вложения до меньше стоит чем ваша поездка куда-то там мальдивы таланты что никуда куда-то где вы мало того что можете не подлечиться еще подхватить какую-нибудь заразу в бане ничего не подхватывается баня все сжигает все плюс тому что мы бане еще могут делать массаж ингаляции и прочее прочее и вот эти вот процедуры их можно делать регулярно есть возможность два раза в неделю делайте два раза в неделю к некоторые это я пока баню приготовлю да поэтому и нужно ставить нормальное оборудование которое буквально через там полчаса через 40 минут максимум через час вам создать все нормальные режимы вот такое оборудование оставить вы мы почему работаем над этим серьезно работаем делаем серьезное оборудование и серьезное делаем заявление о том что как правильно нужно париться какая да какое должно быть оборудование какие режимы и кондиции они должны создаваться и вот тут как раз и мы и пришли к тому что баня это прежде всего профилакторий санаторий домашнего семейного типа если вы так поставить вопрос то вам будет намного проще воспринимать баню а не думать о том а зачем я на это трачусь пиво могу пи попить и на кухне и правильно зачем вам в баню чем-то лезть если у вас есть возможность отдохнуть на природе отдохните а в баню идите работать над собой для того чтобы получить полноценный потом отдых потому что баня один час бани позволит вам расслабиться так как вы не расслабитесь ни на море не в лесу не да даже не как говорится на физ зарядке потому что на физ зарядке мы не расслабляемся а мы накачиваемся а баня мало того что она защищает она еще вас расслабляет и вы полностью получаете все лечебные профилактические процедуры так вот вопрос сразу же но не всем же можно баню а кому нельзя баню понятное дело баню нельзя тем у кого есть какие-то заразные заболевания там стиль высокая температура у кого есть открытые раны там или что-то самое кожные какие-то воспаления им нельзя остальные практически всем можно ведь мыться всем можно а чем баня как говорится отличается от душа имеется в виду по воздействию воды воды на организм температура щадящая главный длительный цикл воздействия по парение вот с воздействия ингаляция массаж и когда это все в комплексе вот как раз возникает вот этот санаторный эффект поэтому баню нужно идти обязательно и самое главное знать что нельзя делать в бане категорически нельзя в бане пить спиртное просто не до бани не в бане не после бани у вас должен быть этот день чисто святой чисто очищи очистительный перед баней нужно по ним слегка покушать буквально слегка для того чтобы просто вас не сосало и не было потом резкого падения давления нехватка это сам голодным баню идти нельзя также нельзя переедать перед баней не будет нормальной бани если вы переели перед баней в бане тоже есть не надо в бане можно реально пить обычную воду но не холодную теплую очищенную можно чай можно морсы соки натуральные сахар лучше не применять он не дает эффекта утоления жажды и понимание что нельзя в бане проводить эксперименты над собой кто-то говорит а я вот посижу там я вас всех пересижу я температуру сейчас поддам я всех не надо устраивать в бане соревнования баня не то место где нужны вот такие вот мероприятия баня нужна для того чтобы вы получили комплекс положительных полезных процедур вот запомните это пока все не надо чтобы вы получили не надо не надо Продолжение следует...